вот всем привет вот я тут у себя в соц сетях задал вопрос какой какой мк сделать следующий вот поэтому будет вот мк часов как как я делаю часы вот ну что для этого потребуется для этого потребуется во первых фанерка трехслойная фанерка 3-4 миллиметра толщиной вот так вот она выглядит у меня здесь да я вырезал с нее квадратик 20 на 20 сантиметров да ну и заранее уже довольно неплохо отшлифовал вот шлифовать лучше всего лучше всего шлифовать конечно какой-нибудь довольно мелкой наждачкой пик типа как у меня здесь сотка по 100 и плюс ко всему шлифовать надо обязательно обязательно вдоль волокон шлифуем потому что если мы будем шлифовать поперек волокон то получится много полос которых принципе не очень-то отпечатается наш рисунок ну естественно естественно кто умеет хорошо рисовать можно сделать можно нарисовать можете нарисовать сами циферблат как вам хочется да но на данный момент у меня рисовать не очень умеем вот поэтому я буду показывать как перевести вот такой вот циферблат с бумаги на фанеру вот как же это все таки делается ну во первых фанера должна быть довольно гладко отшлифована в принципе ну чем глаже тем тем лучше здесь такие вот такой момент что ну должна быть отшлифована фанерка примерно как стекло чтобы даже блестела самое лучшее самый лучший вариант поскольку тогда лучше отпечатается рисунок вот далее я выпринтовал заранее циферблат ничего сложного где-то там скачал в интернете вот единственно что циферблат должен быть обязательно в зеркальном отображении выпринтован вот в данном случае его наверно в повыкновенном power pointe сделал в зеркальном отображении выпринтовал уже на листе бумаги но лазерным принтером обязательно лазерным принтером поскольку струйный принтер здесь абсолютно не подойдет поскольку лазерный принтер принтер работает при помощи графитового порошка в принципе тот же самый графит что у нас карандаше вот поэтому если его начать греть утюгом да он начнет отпечатываться в принципе даже не на фанере может даже начать отпечататься на любой практически гладкой поверхности но если единственное что может быть только не на вот примерно точно ставим листик на фанеру таким вот образом я обычно загибаю под фанерку чтобы он не ежил тут самое главное нам сейчас поработать утюгом берем утюг у меня вот такой хотя можно любой бытовой взять температура самая большая которая только может быть в утюге то есть ставим утюг на максимум на самый и начинаем аккуратненько вот таким вот образом не спеша водить водить по по верхней части естественно рисунком вниз все это делаем до рисунок должен быть на фанере вот таким вот образом мы можем принципе принципе скопировать на фанеру любой рисунок наш интересующий но единственное если там в рисунке у нас текст или какая-то надпись или цифры как в данном случае в циферблате да то желательно желательно сделать их но не желательно нужно просто сделать их в зеркальном отображении таким образом рисунок отпечатается достаточно точно ну вот таким вот образом утюгом я вожу где-то минут пять-десять вот очень осторожно стараемся чтобы чтобы листик лист у нас не сдвинулся вот можно его даже каким-то гвоздиками канцелярскими или кнопками какими-то канцелярскими прикрепить к этой фанере чтобы он был такой вот таким вот образом это происходит ну вот я тут уже показывают все десять минут как я утюгом работаю не буду поэтому сейчас выключить включить уже когда будет он переведен ничего такого сложного нет минут пять-десять нужно его хорошенько погреть таким образом чтобы фанера тоже хорошо прогрелась и начала впитывать в себя начала впитывать себя грифельный порошок вот таким вот образом начальная стадия происходит ну вот в итоге у нас получилась вот такая вот картинка вот ну надо сказать что очень часто не то не довольно не точно выжигал отмечается это все отпечатывается вот я даже не знаю чего это зависит вот иногда довольно точно иногда менее точно поэтому ну я обычно просто дорисовывал вот так вот вручную это все дело вот обязательно вот просто вручную дорисовывал чтобы потом можно было выжечь вот такой вот у нас циферблатик получается в итоге да но далее что далее далее нужно немножко еще поработать циркулем поскольку вот это у нас будет циферблат а отверстия нашего циферблата перед плетением перед плетением пойдут немножко дальше поэтому на расстоянии от этого вот кружка круга последней линии мы на расстоянии в 4 миллиметра примерно делаем делаем вот такую вот линию вот такую вот линию и поскольку у нас здесь есть разграфлено разграфлены минуты в циферблате напротив каждой минуты мы делаем вот такие вот отметки которые впоследствии высверлим получив таким образом основания или циферблат для часов плетения ну дальше я уже показывать сильно не буду вот покажу ну как это дело выжигается выжигая обыкновенному таким вот выжигателем он довольно старый еще советский на работает хорошо выжигая да я таким тот точечным способом то есть я делаю вот таким вот образом по контуру точки таким образом выжигание выглядит так эти вот точки они дают такую как ну как чешую что ли сказал бы да вот вот таким вот образом выжигая уже точка к точке точка к точке я как-то привык вот так мне больше нравится выжигая точечным способом естественно если вы хотите можете вести линию аккуратно выжигателем ну как-то точечный способ не больше по душе естественно выжигаем минуту тоже вот таким вот образом ну и точно также выжигаю цифры вот сначала по границе прохожу точками но должно быть естественно достаточно точно чтобы не вылезти за границы цифры иначе получится не точно вот таким вот образом выжигая последние часы у меня все циферблат выжженный мне вообще появилась целая серия даже работ с выжженными основаниями шкатулки там и так далее вот контуры я прошел сейчас выжигаю уже внутри тоже точечным способом вот таким вот образом вот таким вот образом выжигаю дальше цифру получается вот такой вот вот здесь да такой красивый чешуйчатый рисунок который впоследствии довольно неплохо выглядит выглядит в самих изделиях ну больше уже дальше уже показывать не буду в принципе тут дело техники и тренировки у у кого есть чем выжигать хотя много в интернете есть как сделать самодельный выжигатель многое видео и всего чего я даже пробовал делать с обыкновенных батареек выжигатель тоже очень неплохо получается и довольно неплохо он выжигает таким вот образом это все выжигается может самый самый простой например выжигатель можно взять нихромовую проволоку от вентилятора обогревателя вот и подсоединить ему его к какому-нибудь старому но еще хоть чуть-чуть дышащему аккумулятору предварительно его зарядив вот или же есть еще один способ сделать выжигатель если у вас нет то можно сделать его скажем с зарядного устройства от аккумулятора автомобиля вот тоже очень неплохо выжигает все это когда-то проверено вот но надо просто пробовать вот таким вот образом получается первая цифра на циферблате ну дальше я уже показывать весь не буду скажу только что занимает это примерно где-то на час-полтора выжиг вот обязательно нужно обязательно нужно отметить где у нас будет центр а вот и так далее и тому подобное ну естественно не забываем что по наружному где мы отметили нужно немножко отверстие закернить вот я это делал обычно циркулем тем же самом дерево довольно мягкая вот вот закерняем эти отверстия вот ну и далее просто их высверливаем получается что у нас здесь ну вот вот таким вот образом по контуру его обязательно просверливаем но естественно потом не забываем зазиньковать эти отверстия поскольку поскольку они будут если они будут острые они будут рвать ленту резать вот таким вот образом когда уже отверстия будут высверлены тогда мы еще один еще один круг чертим вот уже после отверстий по которому мы конечно же лобзиком это все дело вырежем вот в итоге вот в итоге у меня уже было сделано да то есть в итоге получится вот такой вот вот такой вот циферблат для часов вот и в следующей части я уже покажу как 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 буду с него как как он как он плетется как плетется эта рамка для часов еще естественно покажу механизм вот такой вот обыкновенный самый обыкновенный который я походу в алиэкспрессе наверно заказал где есть стрелки вот такие вот красивые стрелки у меня будут стрелки стрелки эти сами по себе уже красивые они будут достаточно неплохо наш циферблатик циферблатик дополнять вот такие вот получится со временем часы следующей части как раз и покажу как они как они оплетаются